Друзья, привет! Я Альбина и я блогер. И как вы уже догадались, я снова нахожусь в старинной части в самом центре города Нюрнберга. Впереди меня знаменитая величественная Лоренс Кирхель, церковь святого Лоренса. О ней я вам рассказывала в предыдущих моих видео. Сегодня мы путь держим на фонтан Брачная карусель. И вместе разберем, что же автор хотел показать своим шедевром для меня в кавычках. Как образовался этот фонтан? Недавно рядом с Белой башней, это раньше она была белая, я вам ее покажу. Позже с нее сняли белую штукатурку. Построили метро, прям внутри башни. Смотрите, вот еще одна достопримечательность Нюрнберга. Похоже на ноздри. Написано Грёссор Тандем. Но это в другом видео разберем. Сейчас же мы идем к фонтану. Продолжаем. И вот, когда метро построили, и прямо на площади образовалась огромная вентиляционная дыра. Для ее маскировки власти устроили конкурс. И его выиграл фонтан по мотивам стихотворения местного поэта и композитора Ханса Закса. Горько-сладкая семейная жизнь. Когда фонтан, брачная карусель закончили, немцы были в шоке. Так же, как и я. Впрочем, смотрите сами. Не знаю, чем был вдохновлен скульптор. Я думаю, вы тоже немного в шоке. Кстати, этот же скульптор, Юрген Вербер, создал памятник корабль дураков. Тоже в таком же стиле, в этой же части города. В прошлых видео я вам его показывала. Не знаю, может у него была депрессия. Вон впереди этот фонтан. Представляет собой этапы супружеской жизни. Давайте разберем смысл всех изображенных сценок вместе. Вот эта башня. Раньше она была белой. Внутри вход в метро. Убангл. Буква У. На камне можно прочесть поэму «Горько-сладкая семейная жизнь». Ханса Закса. Зачитаю вам перевод. Слава всесильному, всемогущему, Господу нашему, славу пою. Слава тому, кто дает всему сущему. Мне же послал он супругу мою. Брачная жизнь, воплощение сладости. Вкус кисловатый добавит букет. Сколь вы прекрасны семейные радости. Столь тяжки сомнений нет. Ангел мой, спутница жизни примерная. Так хороша и мила, и добра. В доме хозяйка и женушка верная. Дом мой приносит немало добра. Правда, нередко гроза собирается. Громы и молнии, слезы и крик. Очень уж громко супруга ругается. Часто бронится. Да я уж привык. К дому спешить не хочу я порою. Злющая баба там сводит с ума. Но, коль несчастье случится со мной, Станет жена мне опорой сама. В жизни надежный мой щит и подмога. Столько в ней жизни, столько огня. Зиму закреет, но ради Бога. Пусть она меньше пилит меня. Вкусно готовит, чисто стирает, Шьет, вышивает, поет соловьем. Спорит, кричит, ничего не прощает. Радость моя, наказание мое. Мой исповедник и искуситель. Там, где она, и дворец, и тюрьма. Благословен всемогущий спаситель. Двадцать два года со мной она. Обратите внимание, первый эпизод. Женщина тянется к початку кукурузы, На котором восседает сам Ханс Сакс. Он на высоте, он же мужчина. Довольный, самоутвержденный. А женщина так, снизу скромно сидит. И вот, как все начинается. Конфетно-букетный период пары. Мужчина посвящает женщине свою мелодию души, Поет серенаду. Женщина, как королева, как Венера, Как жемчужина, появляется из раковины. Рядом скачущий козел, Как символ жизни и плодородия. Внизу надпись, Пока смерть не разлучит нас. Не правда ли, так все и начинается у всех? Обратите внимание на этот эпизод. Жена свистнула с тарелки тощего мужа кусок торта. И украдка ест его. А свой-то кусок на месте. На ней еще все драгоценности. И часы, и кольца. А животное, на котором сидит эта семья, Это не медведь, это росомаха. Дело в том, что по-немецки Росомаха зовется обжора. Вот и она здесь пожирает рыбу. Идем дальше. Вроде у этой семьи все нормально. Жена кормит детей, заботится о них. А муж смотрит куда-то отрешенно в другую сторону. Вроде как ему не хватает что-то в жизни. Может, внимание жены. Сидят они на пеликане, символе материнской любви. Это говорит о том, что когда появляются дети, Когда и нет сил, да, Но все-таки надо уделять и внимание, и мужу. Ну и муж должен помогать детьми. Вот если бы он помогал, Ну бы не было времени вот так вот мечтать. Идем дальше. Здесь вот текст поэмы Канца ЗАГСа, Которую вам перевела. Что-то дети испугались, убежали. Кто знает немецкий язык, Почитайте, почитайте. Идем дальше. Страсти накаляются. Здесь что-то страшное. Как из КВН фраза была, Сейчас кто-то умрет. На лапе дракона можно разглядеть надпись с цифрами 01-07-1977. Это дата принятия в Германии нового закона о разводах. Здесь у супругов постоянные скандалы, интриги, расследования. И вот как мы видим, это скелеты. Значит, это не только на этом свете у них так, Но и на том. Жутковато. В страшном сне не приснится такое. Идем дальше. Идеальная супружеская пара на лебедях. Наверное, начало брачной жизни. После того конфетно-букетного периода. Да, это, наверное, у них медовый месяц. Здесь мы видим супружескую пару возрасте. Наверное, натерпелись друг от друга. Рызутся. Жизнь стала невыносимой. Но деваться некуда. Как видите, вот. Скованы навек одной цепью. А может, жена хотела уйти, а муж тиран. И он ее не отпускает. И тут начинается все сначала. Мужчина наверху. Женщина внизу. Говорят, что в поэме Гансакс описал свою 22-летнюю супружескую жизнь. Да, вот такие нешуточные страсти вспыхнули в центре Нюрнберга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такая скульптура есть в центре Нюрнберга. И такая. Ну как вам фонтан, брачная карусель по мотивам поэмы Ганса Закса «Горько-сладкая семейная жизнь»? Пишите комментарии, впечатления. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки или дизлайки. Не обидимся. Пока. Чус. Пишите комментарии. Продолжение следует...